Девочки, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео, и сегодня мы с вами будем собирать косметичку. Косметичку на апрель, поэтому давайте начинать. Итак, первое, что идет в косметичку на апрель, это база, сияющая база под макияж от производителя Биленда. Смотрите, ее у меня уже определенный процент ушел, потому что пользуюсь достаточно часто. База в шариках, шарики растворяются, получается обычный полупрозрачный гелевый крем, который немножко подсвечивает, совсем чуть-чуть подсвечивает макияж. Эту базу люблю, единственный ее недостаток, это очень явная душка, она прям таким мужским одеколоном, пахнет очень сильным, очень ярко выраженным. Я не могу сказать, что супер эта база подсветит любую тональную основу, разве что BB крем, либо CC крем, но тем не менее, неплохой увлажняющий эффект оказывает. И согласитесь, эта баночка, ну она прямо стоила того, чтобы ее купить и на туалетный столик поставить. Так, девочки, двигаемся дальше. Следующее, что у меня идет на косметичку, опять-таки уже, смотрите, видно, насколько много его нету. Это мой тональный крем, уже не заканчивающийся, но наполовину меньшую израсходованный тональный крем от производителя Rimmel, называется Match Perfection. У меня он в 103 оттенке, это не самый светлый оттенок, немножечко он имеет желтый подтон, но в принципе он подходит мне практически идеально. Тональный крем с очень сияющим финишем, с влажным финишем, который красиво смотрится, красиво ложится на лице, он такой полупрозрачный, на троечку кроющая способность, но все-таки она присутствует. Тон он выровняет, даже веснушки мелкие скроет. Очень мне нравится, очень нравится оттенок, очень нравится сам тональный, как себе ведет, как себе ведет, особенно с базой от Belinda. Это, в общем-то, очень неплохой продукт. Скорее всего, буду покупать что-то еще в плане тона, в плане тональных основ от Rimmel, потому что, ну, очень он мне понравился, очень подошел для сухой кожи. Прямо-таки идеальный вариант, особенно если вы не любите плотное покрытие, особенно если вы любите что-то более свежее, что-то более натуральное. В морщинке не забивает, делала на него отдельное видео, отдельный обзор, обязательно ссылочку вставлю, можете пройтись посмотреть. И второе средство, касаемо макияжа лица, это BB крем от производителя Belinda. Он уже в одном, в универсальном оттенке. Это тот вариант, который я использую на каждый день, когда нужно быстро, когда нужно без лишней возни. Он имеет матовый финиш, не наглухоматовый, но приближен к матовому. Очень слабая кроющая способность, он просто выравнивает тон и абсолютно сливается с кожей, но при этом убирает небольшие покраснения, убирает небольшие венки. Очень удачный для Belinda оттенок, потому что Belinda грешит тем, что слишком желтый делает BB крем, и здесь же все удачно. Оттенок не имеет желтизны, оттенок очень с нейтральным потомом, здесь нет ничего и розового, и в то же время он однозначно не желтит. С моей очень светлой кожей слился, оттенок подошел, и в принципе мне нравится финиш, мне нравится, как он смотрится на лице, и опять-таки повторюсь, в качестве ежедневного, повседневного тона, повседневного BB крема, который не перегружает кожу, который, опять-таки, матово смотрится, не нуждается в припудривании, мне подходит, поэтому с удовольствием буду им также пользоваться. Кстати, покупала совсем недавно. Так, мой хороший, следующий, что идет в косметичку на этот месяц, это пудра, которую я нашла в своих просто закромах, это пудра от Reluie. Я про нее совершенно забыла, но когда-то эта пудра была в моих гаворитах, она в 105-м оттенке, это рассыпчатая пудра, она с немного розоватым подтоном, но она прекрасно смотрится на лице, прекрасно фиксирует макияж, она не создает такой неприятный слой дополнительной косметики, она абсолютно невесомая, но при этом, если вы используете, например, вот такой подтон, и вам нужно, чтобы он продержался весь день, чтобы он не поплыл даже на сухую кожу, потому что подтон имеет, как я сказала, влажный финиш, то вот такие пудры, они прекрасно справляются, плюс, опять-таки, легкое, дают покрытие, такое деликатное легкое покрытие, прекрасно мотирует кожу, не подсушивает здесь просто огромное количество этой пудры, 40 грамм, я не думаю, что она вообще когда-нибудь у меня закончится, учитывая, как редко я пудрами пользуюсь, но буду вспоминать, почему я ее любила, за что я ее любила, и буду стараться пользоваться в этом месте ей чаще. Также, девочки, переходим к части с бронзерами. Не могла я не включить этот бронзер в свою косметичку на апрель, потому что я пользуюсь им каждый день, не могу остановиться, баттер бронзер Physicians Formula. Мне кажется, точнее, я уверена, что если я не прекращу пользоваться только этим бронзером, то спустя какое-то время мы будем с вами наблюдать уже дырку, но он настолько хорош, он настолько в удачном оттенке, оттенок у меня загар, настолько он классно смотрится на коже, он не слишком теплый, он не слишком холодный. Я не люблю слишком холодные бронзеры, которые прям как скульпторы смотрятся, но в то же время он не рыжий, он абсолютно не рыжий, он на светлой коже смотрится превосходно, я его использую и как скульптор, и как бронзер наношу, не знаю, на все лицо практически, и мне нравится финиш, мне нравится, как он сидит на коже, мне нравится, что он виден даже спустя огромное количество времени, то есть вечером, когда я удаляю свой макияж, я его еще на скулах наблюдаю, на щеках наблюдаю. Здесь не матовый финиш, он сатиновый, не содержащий блесток, который, знаете, придает эту холеность, которую мы все так любим, ну, по крайней мере, я очень люблю. И дальше еще один бронзер, и опять-таки это Physicians Formula, вот в такой красивой, милой упаковке, вот так он называется, это Glowing Nude Bronzer, это такая четверочка бронзеров, смотрите, вуаля, здесь уже протерлась дырка, потому что здесь оттенок уже гораздо более теплый, и если баттер, бронзер я наношу и как бронзер, и как скульптор, то здесь же однозначно, это только бронзер, опять-таки, сатиновый, весной меня тянет на невесомые продукты, на что-то с сатиновым атласным финишем, что-то полупрозрачное, вот здесь как раз-таки этот вариант, смотрите, насколько он смотрится уже более тепленьким в сравнении с баттер бронзером, вот это он, и вот это баттер бронзер, гораздо больше он рыженький, но мне это и нравится, мне кажется, что здесь его было не слишком много, судя по тому, как быстро, и какая большая дырка у меня образовалась, но, тем не менее, неплохая четверочка, не могу сказать, что моя любимая, но она достаточно старая, поэтому неудивительно, что здесь уже образовалась дырка, следующий продукт, следующий, что у нас идет в косметичку на апрель, это румяна от производителя Focalure, опять-таки, с полупрозрачным финишем, опять-таки, сатиновые, у меня это шестой тон, это запеченные румяна, очень красивые, очень красиво смотрятся и на коже, и очень красиво смотрятся даже в своче, смотрите, вот точно такой, как на пальце, точно такой финиш у них и на коже, полупрозрачный, сатиновый, лишенный блесток, но при этом очень, ну, очень такой смачный, вот они сходят, как и большинство румян, сходят на мне очень быстро, но, тем не менее, несколько часов они на мне, и эти несколько часов они меня радуют, здесь не холодный, опять-таки, и не теплый оттенок, он розовый, но здесь есть золотые прожилки, даже в самой упаковке видно, что есть золотые прожилки, и вот эти золотые прожилки, как бы, разбивают холодность самого розового оттенка, потому что оттенок достаточно холодный, именно розовый, но вот эти золотые прожилки, они придают немножечко больше тепла, поэтому смотрится не слишком розовым, прям розовым-розовым-холодным, но таким тепловатым, что ли, тепловато-розовым, если вы понимаете, о чем я пытаюсь сказать. Так, румяшки отложили, дальше, девочки, дальше переходим к части с бровями, для бровей у меня два продукта, бессменная моя помадка, не помадка, а бессменный мой Браумейкер от Белор Дизайн, это тушь для бровей, тирогель для бровей и фиксирующий и оттеночный, с маленькой удобной кисточкой, сто раз вам его показывала, не буду подробно останавливаться, у меня это все тот же 12 оттенок, тон номер 12, и естественно, дальше продолжаю тестировать от Белор Дизайн, также помадки для бровей, у меня помадка в третьем оттенке, тон номер 3, опять-таки, мне очень понравились, зашли эти продукты, держатся на мне целый день, брови как будто бы дополнительно фиксируют, здесь как будто восковая консистенция, единственное, что мне не зашло, это сама вот эта кисть, не совсем удобно ей наносить помадку, но сама помадка неплохая, очень холодный, холодно-коричневый оттенок, он не прямо смуглянка-смуглянка, но достаточно темный для моих бровей, для моих черных практически темно-темно-коричневых бровей, подходит идеально. Так, девочки, дальше, сиялка в качестве хайлайта в этом месяце, у меня будет люкс визаж, это жидкий хайлайтер, который называется Glow Touch, это 102 оттенок, немножко он такой золотовато-розоватый, что ли, очень люблю его использовать, очень металлический, очень красивый, обычно я чуть-чуть совсем его наношу на спонж, и спонжем уже наношу на лицо, потому что если я начинаю иногда вбивать его пальчиком, то как-то он грязно смотрится, грязно тушуется, но вот спонжем влажным наносится уже получше, вообще, в принципе, я не могу сказать, что я фанат именно жидких хайлайтов, не знаю, что-то у меня с ними редко складывается, но тем не менее, у меня их достаточное количество присутствует в косметичке, все хочу, я с ними больше подружиться, но пока не особо удается, но тем не менее, пользоваться буду, потому что продукт неплохой, но капризный, требует времени, требует концентрации, потому что если нанести слишком много, если не сразу растушевать, то получится пятно, получится такая отдельно стоящая линия, полоска на лице, поэтому, да, работать нужно быстро, работать нужно желательно влажным спонжем, и тогда все получится, и все будет красиво. И вторая сиялка в этом месяце, это гипоаллергенный хайлайт, либо пудра-луминайзер, как у нее еще называется, от производителя Белл, это тон номер один, очень светлый, очень красивый, опять-таки, лишенный каких-либо блесток, даже на пальце видно, что здесь нету блесток, этот продукт уже просто подсвечивает, очень деликатно подсвечивает кожу, для тех, кто не любит металлические хайлайты, для тех, кто любит более спокойное, менее броское сияние, присмотритесь, очень неплохой хайлайт, называется он пудр, но в качестве пудра, мне кажется, это будет too much, прямо слишком сильно будет блестеть лицо, но в качестве хайлайта, когда не хочется ничего слишком выразительного, хочется чего-то более натурального, мне кажется, он должен подойти, плюс здесь очень красивый молочный оттенок, в котором нет ни золота, ни розовинки, он именно молочный, бежевый, достаточно редко встречающийся оттенок в хайлайтах. Так, девочки, от сиянок переходим к чему? К туши. Тушь я хочу добить и закончить от Belita, Belita Luxury. Кто знаком с этими тушами, тот, скорее всего, со мной согласится, что эти туши нескончаемы в плане того, что они не высыхают, ничего прям с ними не происходит, у меня эта тушь в черной упаковке, называется она Ultra Black, то есть для супер черного эффекта на ресницах, не знаю, когда она закончится, если честно, очень хочется, чтобы закончилась побыстрее, потому что, ну, просто она мне поднадоела, и плюс после кисти от туши Vivian Sabo Cabo Red Premier, очень тоненькой, очень удобной кисти, вот эта кисть мне совсем перестала нравиться, и как-то все чаще я ставлю пятна на своем веке, но, тем не менее, тушь неплохая, тушь нескончаемая, стоит достаточно бюджетно, я не знаю, сколько месяцев они прослужат, мне кажется, до полугода могут прослужить, при ежедневном нанесении даже в несколько слоев, так, мои хорошие, двигаемся дальше, переходим к моей любимой части, естественно, это продукты для глаз, в этом месяце три однушки я достала, которые прямо кричат и пищат о весне, две из них это Luxe Visage, их линейка, как она называлась, Glow Touch, либо Rich Glow, Rich Glow, наверное, вы меня все время ругаете, что я не снимаю ценники, девочки, ну вот просто реально нету времени для того, чтобы заморачиваться с этими ценниками, я прошу прощения, если они кого-то раздражают, но вот прямо сейчас действительно не до этого, не до ценников, поэтому будьте добрее, не раздражайтесь, у меня это два оттенка, розовый, сверху розовый, это тон номер 3 и вот этот тон номер 7, более золотой, розовый, прям вообще обожаю, хотя он больше скатывается и меньше держится на веке, чем золотой оттенок, но вот сам оттенок мне очень нравится, золотой же ведет себя лучше на веках, но это обычный золотой оттенок, давайте признаемся, что видели его у очень и очень многих производителей, но вот это вот холодное розовое сокровище, это просто нечто, вы даже видите по-своему, насколько ровненько лег золотой, он прям как маслица, и также достала, мне кажется, будет неплохо смотреться вот эта однушка от Релуи, вы знаете, что я не очень-то полюбила эту линейку, не очень-то мне понравились эти тени у Релуи, это их limited edition, и это оттенок номер 05, мне кажется, что вот именно с розовым можно их подсочетать, если есть такое слово в русском языке, и смотрите, мне кажется, они будут очень неплохо смотреться друг с другом, можно попробовать сделать макияж именно на белорусской косметике, я знаю, что вы такие видео любите, и я как раз не снимала, давно не снимала макияж только белорусской косметикой, и от однушек переходим к полноценным палеткам, палетки у меня в этом месяце будет две, первая это Morphe, она огромная, гигантская, так, давайте я вам ее открою, называется 3502, я уверена, что сейчас многие захотят меня покритиковать и сказать, что вообще, что это за палетка с одинаковыми оттенками, но девочки, не такие уж они и одинаковые, во-первых, а во-вторых, здесь есть настолько классные коричневые оттенки, без которых не обходится ни один классический такой макияж, макияж, который все любят, вот как раз-таки нижний ряд вот этих коричневых оттенков, здесь есть и холодные коричневые, и теплые коричневые оттенки, очень-очень классного качества, они с очень разными подтонами, давайте я еще какой-нибудь металлик возьму, например, вот этот, и покажу вам, насколько хороша эта палетка, уже начала ей пользоваться, сегодня сделала макияж для инстаграм, сейчас вам вставлю, покажу картиночку, тени, классные тени, пигментированные тени, как и все тени от Morphe, очень-очень неплохого качества, как матовые оттенки, так и металлические оттенки, хотя металлических здесь меньше, смотрите, я думаю, что даже моя камера, которая не всегда хочет передавать все, как есть на самом деле, даже она передает, насколько разные по подтону здесь коричневые оттенки, поэтому этой палеткой буду стараться пользоваться активно в этой месте, потому что как-то зимой я про нее забыла, осенью про нее забыла, практически к ней не прибегала, но вот сейчас весной опять хочется мне ее достать, опять хочется этих разнообразных коричневых, тепленьких, холодненьких оттенков, и вторая палетка, на тот случай, когда захочется чего-то поярче, поинтереснее, Makeup Revolution в коллаборации с Sofx, вот таким образом она выглядит, ну, я думаю, что здесь все понятно, цвета говорят сами за себя, прекрасная палетка, опять-таки очень часто и очень много делаю с ней макияжей, что давайте возьмем вот этот зеленый оттенок, покажу вам свотчи, у Makeup Revolution не все палетки удачные, не все палетки одинакового качества, но мне кажется, вот эта, она прямо идет особняком, кстати говоря, мне кажется, как раз-таки, потому что Sofx такой блогер, более раскрученный, более известный, ее мнению доверяют больше, чем мнению других блогеров, с которыми Makeup Revolution делает коллаборации, поэтому палетка, мне кажется, получилась настолько удачной, но опять-таки это мои соображения по этому поводу, поэтому если хочется чего-то яркого, а яркого мне хочется практически всегда, то буду прибегать именно к этой палетке. Так, девочки, и последняя категория, категория с губами, самая скучная категория, касаемо именно меня и моего канала, потому что у меня всегда с губами все просто, в абсолютном большинстве в своей повседневной жизни у меня это нюдовые оттенки, нюдовые помады, поэтому, естественно, Belor Design и, естественно, 104 оттенок, красивый, холодный, розоватый нюд, такая она тоже полупрозрачная и имеет сатиновый финиш, очень мне нравится, и как смотрится, и как носится. Еще один нейтральный вариант, но уже с металлическим эффектом, это Reluie серия Metallica Velvet, и это первый оттенок, тоже очень спокойный, единственное, за счет чего здесь есть изюм, это металлический финиш, меньше она мне нравится по своей формуле, меньше нравится, как сидит на губах, потому что она начинает и забиваться в трещинки, и начинает кусочками сходить спустя какое-то время, поэтому губы всегда стараюсь именно к этой помаде подготовить, но вот оттенок очень красивый, персиковый, золотистый, повседневный оттенок. Всегда, когда я покупаю карандаши для губ, я задаю себе вопрос, когда они у меня оказываются дома, Настя, каким местом ты вообще думала, когда их покупала, потому что вот эти розовые оттенки, ну, никогда я их не использую, только если мне хочется сделать, знаете, такие губы из 90-х, когда контур более ярко выражен и уже серединка нюдовая, вот тогда единственный случай, когда я их могу использовать. Вот это первый, я вам показала люкс визаж, как раз-таки для этих целей буду использовать, тон номер 46, еще один оттенок, но уже нюдовый оттенок как раз-таки, с которым я дружу, это Essence и это 06 оттенок. Следующий оттенок, с которым я не дружу и непонятно по какой причине я его купила, это яркий оттенок и это уже механическая подводка для губ, оттенок номер 10. Он ярко такой, ягодный. И последний оттенок, очень неплохой, кстати, сейчас Reluie, это будет оттенок от Reluie, тон номер 12, выпустили обновленную линейку вот этих карандашей для бровей, хотел сказать, карандашей для губ, очень интересные там есть оттенки, как раз-таки нюдовые, как раз-таки есть карамельные, как я люблю, поэтому думаю, что скоро я их прикуплю и обязательно вам про них расскажу. Из всего, что я вам показала, мои любимые, это вот этот оттенок от Reluie, и по формуле, и по оттенку, и вот этот обычный деревянный карандаш от Essence. Так, девочки, на этом я буду свое видео заканчивать, огромное спасибо за просмотр, очень надеюсь, что увидимся с вами в новом видео. Как всегда, желаю вам отличного дня, чудесного настроения и пока-пока, до новых встреч!